Первое, чем хотела бы я сказать, это то, что в эпоху технического прогресса у нас самая большая опасность по исследованиям ВОЗ, Всемирной Ассоциации Здравоохранения, то, что вокруг нас окружает электромагнитный волн. Не пугайтесь, я технические вещи говорить сегодня не собираюсь, но, по-моему, если вы обмедитесь, то увидите, что везде есть электричество, сотовый телефон, компьютер, телефон, телеграф, автомобили ездят, метро спускаетесь со Станкельской башни, вы увидите, что все это излучает электромагнитные волн. И по результатам исследований многолетних, всех ученых и медиков, вредное излучение, тем более электромагнитные импульсы, поля, они, к сожалению, разрушают наши клетки. И чем бы мы ни занимались, какой-либо профилактикой, медицинским обслуживанием, биодобавки бы кушали, экологическим питанием бы питались, хорошую воду мы пили, но электромагнитный импульс или поле меняет электропроводность воды, а, соответственно, нашей клетки, и меняет полярность клетки, что позволяет клетке в нарушенной полярности либо становиться поперед, либо заворачиваться против часовой стрелки, ломается структура ДНК. Соответственно, ни один, скажем так, лекарственный препарат, ни одна добавка, никакая вода, ни все что угодно, вам данные упражнения, ни философские какие-то течения, скажем так, прочие вещи, не позволят вам вернуть клетку в первоначальное состояние, да, которое она должна иметь по полярности. И, соответственно, клетка функционировать 100% не будет, даже если останется жива, не будет сильно повреждена. Поэтому первое, что делают ученые всего мира, это ищут способы защитить человека, в первую очередь, да, себя, каждую клеточку от электромагнитных импульсов. Вы знаете, что мы спускаемся в метро, Останкинская башня, в тысячи раз превышена норма электромагнитных воздействий на человека, но, к сожалению, мы не можем отказаться ни от телефона, ни от телевизора, ни от микроволновки, ни от холодильника, который стоит дома. И даже если вы думаете, что электропроводка, которая находится в стенах любого здания и вашего дома в том числе, она тоже излучает электромагнитные импульсы и тоже отрицательно влияет на вашу клеточку. Если вы придете домой, у вас стоит роутер, знаете, что в квартире снизу, сверху, сбоку, слева, справа тоже находится роутер, усилитель этого сигнала. На улицах у вас находятся различные столбы, на которых стоит оборудование, усиливающее сигналы различных сотовых передающих станций, ну и масса других, которые, тренуциаторов, мы вообще не знаем, что это такое. Но они, тем не менее, есть и на крыше к дому, и везде. Поэтому скажу о том, что у нас есть очень много видеоматериалов, вы можете посмотреть, ни от ученых, ни от просто людей. И скажу только о том, чтобы вы представляли, насколько серьезный ущерб от электромагнитного излучения, это то, что вот рамку, которую мы проходим в аэропорту, и в любой магазин или в метро спускаемся, без ущерба для нашей клетки мы можем пройти всего 20 раз в год. Полагаю, что не надо объяснять, да, в аэропортах люди, которые стоят на проверке наших чемодан, к концу рабочей смены падают, теряются знания, именно от этого воздействия. Даже при ядерном взрыве, при ядерных излучениях первый импульс идет электромагнитный. И повреждается клетка, и все невыключенные электроприборы, и все, что касается оборудования, и так далее, и так далее. Поэтому важность этого вопроса, я думаю, очень понятна. Следующее, что я хотела бы сказать, что в соответствии со статьей 14 Федерального закона 21 ноября 2011 года, Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, собрании законодательства РФ, и так далее, и так далее, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации утвержден перечень профессиональных заболеваний, согласно которому электромагнитные излучения, ЭМИ, признаны опасным производственным фактором, ПУМ-2,1,3. Электромагнитные поля являются одной из главных угроз для жизни человека. Если это на федеральном уровне законодательство договориться, мы прекрасно понимаем, что мы находимся в постоянном пространстве электромагнитных полей, и, соответственно, быть свободными от них невозможно. Ну, попробуйте кого-то, скажите, не пользуйся дома электроплитой, да, там микроволнушкой, холодильником, телефоном и так далее. Причем электропровода, я уже сказала вам в доме, это очень серьезный источник излучения электромагнитных импусов. Люди не понимают, почему болит голова, почему возникают проблемы сбоя системы органов и так далее. Именно потому, что, я говорю, меняется электропроводность водички, а мы на 80% из воды состоим. Ну и, соответственно, электрополярности клетки меняется. Поэтому клетка не может правильно функционировать. Вот это шкала опасных излучений. Здесь есть видимые и невидимые излучения, да, спектрограммагнитных излучений. Вот радиоволн, вы видите вышки радиопередающие, да, вот до гамма-излучения, как говорится, уже от ядерных взрывов, от рентгеновского излучения, вы желтый знак видите, да, ультрафиолет, когда мы загораем сами или приходим в загар получить в когиночке, да, видимый свет, спектр, видите, да, от светлого до самого темного, инфракрасное излучение, свечи излучения и так далее, и так далее. То есть волны разных длинных, длинных, средних и так далее, и так далее. Это все воздействует на нашу клетку недобрым, скажем так, способом. К сожалению, в 21 веке мы страдаем от того, что человек создал, то есть все, что электрическое, не природа создала, да, вот в виде, которую мы имеем, поэтому мы от этого страдаем. Очень электромагнитное излучение, вы видите внизу шкала, показывает, насколько длина волны, насколько метров действует, да, и, пожалуйста, 20 кВт на 15 метров, 120 на 30 метров, 400 на 39 метров и 735 на 45 метров. То есть если кто-то думает, что я, вот, например, буду жить не в городе, а где-то вот в поселке, на меня есть ничего не будет, да, ну только в ГУ и Тагиле, где нет электричества, и то, значит, спутники все равно будут летать, да, и так далее, и так далее. Поэтому хочу сказать о том, что у нас есть шкала, значит, которую создали ученые, и предельно допустимая норма для человека, видите, 0,2 микро-тесла, а превышение допустимых норм, вот вы видите обычные, скажем так, домашние и недомашние структуры, которые нам дают компьютер от 1 до 1000 микро-тесла, то есть 0,2 микро-тесла нам полезно, а больше нет, а от 1 до 1000 только компьютер дает, то есть в 1000 раз превышает, то есть, возможно, допустимое для человека. Значит, холодильник дает 1, значит, целый, то есть в 5 раз превышение нормы, кофеварочка в 50 раз превышение идет, ну, провод от электролампы в 3,5 раза превышает провод от электролампы, представляете? Вот, сам по себе, трамвай-троллейбус 750 раз превышает норму, метро в 1500 раз и более, сотовый телефон в 200 раз превышает допустимую норму. Это страшная статистика, потому что изучение телефона влияет на мозг, и вы видите, что состояние человека до использования мобильного телефона и человек после 15-минутного разговора по телефону, вы видите, что на 1 и более градусов повышается температура клеток головного мозга и вообще, то есть, структуры головы, и вы видите, что происходит в красной области, это уже спекание клеток происходит. Это вот наши телефоны. Что происходит дальше? Энергия поглощается мозгом, и вы видите, мозг ребенка поглощает значительно больше, чем мозг своего человека. У детей, у взрослых, видите, часть мозга затрагивается воздействием телефона, у детей до 10 лет почти половина мозга, у детей до 5 лет почти все. Почему? До 12-16 лет происходит формирование костных структур, и вот это вот четко показывает, почему нельзя. Хочу сказать о том, что последствия облучения мобильным телефоном у детей дают ближайшее расстройство, то есть, ближайший год-два. Это ослабление паники, снижение внимания, умственные познавательные способности, раздражительность, нарушение сна, склонность к стрессам, эпилептические реакции. Возможные отдаленные последствия, которые у детей могут возникнуть, если вы сейчас видите до облучения телефона, а это после облучения происходит. Опухоли мозга в 25-30 лет, если ребенок будет пользоваться телефоном. Болезнь Альцгеймера, приобретенная слабоумия, депрессивный синдром и другие проявления дегенерации нервной структуры головного мозга уже в возрасте 50-60 лет. Я полагаю, что здесь у нас большинство людей в возрасте 50 лет, причем я от меня и всех остальных, поэтому мне хотелось бы, конечно, иметь дегенерацию нервной структуры в таком возрасте, мы только жить начинаем. Как японцы говорят, первые 60 лет – это детство, вторые 60 лет – это юность, а третье – это уже зрелость, когда что-то может передать. Это прогноз официально российского национального комитета по защите от неионализирующих вещей. Расчетное значение поглощения электромагнитной энергии в теле при размещении антенны Wi-Fi в разных местах ноутбука. Вот теперь посмотрите на картинку, посмотрите, где у вас чаще всего стоит ноутбук, на пузе, на колене или на столе, да, и вы посмотрите, вот более темные области – это те области, которые очень сильному воздействию подвержены, да. Вот здесь вы видите, да, при нахождении рук на клавиатуре, при нахождении рядом с ноутбуком, рукам на клавиатуре, да, при нахождении рядом с ноутбуком, при нахождении рук на клавиатуре и рядом с ноутбуком. Здесь вы видите, если у вас приемничек Wi-Fi сбоку, ближе к клавиатуре, если чуть дальше от клавиатуре, либо сверху стоит. Ну вот, скажем так, вы уже можете представить, что происходит. Ну и что было совсем наглядно, зарубежные ученые, они очень сильно беспокоены, многие уже законодательные страны, например, Англия и Бангладеш, до 12-16 лет детям запрещено в руку давать сотовый телефон, вплоть до уголовной ответственности. В нашей стране, к сожалению, пока законодательной уголовной ответственности за сотовый телефон нет. Но хочу показать очень страшную вещь, если кто-то думает о том, что микроволновка безопасна. Да, вроде говорят, что она защищена экраном, экранированной, когда она выключена, не происходит утечки, но я хочу показать о том, что. Вот взяли два контрольных растения, да. Одно растение у нас идет, значит, вот здесь, вот это вот растение поливать стали водой с микроволновшкой. Понятно, что ее ставили в микроволновшку, потом остужали, а это просто водичкой поливали. Первый день растения вроде бы одинаковые. Вот водичкой в микроволновке поливали, видите, растение начало уже полностью реагировать на это. То, которое обычно водой на третий день, ну, как говорится, здравствует, и все нормально. День пятый, микроволновая водичка поливали растение, то есть оно уже вообще сильно чахнет, изменило цвет, форму, структуру. Значит, обычной водой все нормально. День девятый, Mind Day, вы видите, что растение полностью засохло, погибло, не выжило. То есть живого там уже ничего нет. Поэтому тот, кто очень большой любитель микроволновой печки, что-то разогреть, покушать и так далее, и так далее, вот я вот показываю исследование, европейских ученых. Поэтому следующее хочу сказать. Сейчас я покажу вам вещи удивительные, которые меня в первую очередь повергли, просто вот в шок, потому что я все-таки до конца не думала о том, что до такой степени прям вообще страшное электромагнитное излучение. Оказывается, вот смотрите, брали человека и проводили тестирование. Состояние электроцитов хорошее, это брали кровь, вот, до того, как будет воздействие, то есть электромагнитный пол, вот с телефона, компьютер и так далее. То есть первая проба крови показала, что электроциты великолепные, все здорово, видите, вместе не спаянные и так далее. 70 минут работы за компьютером. Посмотрите, что происходит с электроцитами в крови. Монеты, спаянные столбики. А вы понимаете, что когда кровь начинает вот так вот спаиваться, электроциты, столбики, сколько каких болезней из этого происходит, объяснять не нужно. 70 минут работы за компьютером. То есть чуть более часа. Час-десять минут. Суммарно. Многие в день проводят гораздо больше. Но более страшно, меня повергло в шок, вот эта фотография. 10 минут разговора по телефону. Вот эта фотография, которую мы сейчас видим, уже не просто матерные столбики электроцита, видите, плотные, как говорится, спайки. Аналогичная фотография. Это нормально молодой человек, у которого взяли кровь и прожили тестировать. Посмотрите, вот эта страшная фотография, страшная, потому что вот аналогичная фотография, еще раз говорю, молодой парень, здоровый, 15-10 минут разговора по телефону, аналогичное фото, кровь ракового больного, 3-й стадии. Меня эта фотография просто вот в ужас повергла, я просто поняла, что разговаривать по телефону нужно прекращать, потому что, ну, мы очень много разговариваем. Ну и самое опасное, что происходит, это влияние ретромагнитных импульсов на ДНК. Ученые в течение 4-х и более лет изучали влияние мобильных телефонов на живые клетки человека и животного. После воздействия ретромагнитного излучения происходит следующее. Увеличение изломов, получается, вот этих вот соединений в ДНК, изломов одной и двухскоральной структур ДНК. Указанные повреждения не всегда могут быть восстановлены клетки. То, что я вначале говорила. И следующий показатель доходится в том, что, к сожалению, вот эти изломы в клетке, которые не восстанавливаются, могут быть унаследованы следующим поколением клеток. То есть наша клетка делится 52 раза. В 30-ти годах она прекращает деление, стираются их с хромосомами в ДНК на концах. И, к сожалению, копироваться, если вот от электромагнитного поля есть изломанные структуры, то следующее поколение наших клеток, не в детях, а уже наших клеток. С каждым делением будут вот эти вот изломы наследоваться. Ну, в свою очередь, это означает, мутация клеток связана с возможной причиной раковых заболеваний. Это понимаете, да, откуда происходит? Вот я причем вот так вот затрагиваю, чтобы вы понимали, что рак и прочие вещи, это не просто откуда-то там взялось, да, там, клетки бомбардировали или еще что-то там, или там, само по себе, там, или по наследству. Вот это одна из причин. Более 70% возникновения рака и других серьезных болезней как раз находится в том, что электромагнитный импульс ломает структуру ДНК в спирали, и это наследуется нашими клетками дальше. Значит, здесь хочу сказать о том, что происходит следующая вещь. Вы видите, как наших деток, маленьких, окружают электромагнитные импульсы. Это мы показываем сейчас только то, что вот, ну, как бы роутер, электросчетчики, телефон, различные ноутбуки и так далее. Ну, о РИДЕКО говорить не буду, да, я уже говорила, что есть и ближайшие расстройства, и обдаленные последствия, да, опухоли мозга, слухового вестибулярного аппарата, депрессивный синдром и так далее, и так далее. А то, что я могу следующее я хочу сказать. Сейчас я покажу вам вещь удивительную, которая меня, в первую очередь, повергает просто вот в шок, потому что я все-таки до конца не думала о том, что ну, до такой степени прям вообще страшное электромагнитное излучение. Оказывается, вот смотрите, брали человека и проводили тестирование. Состояние элитроцитов хорошее, это брали кровь до того, как будет воздействие, то есть, электромагнитный пол от телефона, компьютера и так далее. То есть, первая проба крови показала, что элитроциты великолепные, все здорово, видите, вместе они не спаяны и так далее. 70 минут работы за компьютером. Посмотрите, что происходит с элитроцитами в крови. Монетные спаивные столбики. А вы понимаете, что когда кровь начинает вот так вот спаиваться элитроцитами в столбике, сколько каких болезней из этого происходит, объяснять не нужно. 70 минут работы за компьютером. То есть, чуть более часа. Час-десять минут. Суммарно. Многие в день проводят гораздо больше. Но более страшно меня повергло в шок вот эта фотография. 10 минут разговора по телефону. Вот эта фотография, которую мы сейчас видим, уже не просто мазетные столбики элитроцита, а есть и плотные спайки. Аналогичная фотография. Это нормально молодой человек, у которого взяли кровь и провели тестирование. Стурчик берите и присаживайтесь сюда. Несите стурчик, вот сюда коричко. Жень, подберитесь, пожалуйста. Проходите, присаживайтесь. Сумочку длину я, пожалуйста, туда могу. Присаживайтесь, пожалуйста, сюда. Поэтому посмотрите. Вот эта страшная фотография, страшная, потому что вот аналогичная фотография, еще раз говорю, молодой парень, здоровый, 15-10 минут разговора по телефону, аналогичное фото, кровь ракового больного, третьей стадии. Меня эта фотография просто вот в ужас повергла. Я просто поняла, что разговаривать по телефону нужно прекращать, потому что, ну, мы очень много разговариваем. Ну и самое опасное, что происходит, это влияние электромагнитных импульсов на ДНК. Ученые в течение четырех и более лет изучали влияние мобильных телефонов на живые клетки человека и животного. После воздействия электромагнитного излучения происходит следующее. Увеличение изломов, получается, вот этих вот соединений в ДНК, изломов одной двусторальных структур ДНК. Указанные повреждения не всегда могут быть восстановлены клетки. То, что я вначале говорила. И следующий показатель доходит в то, что, к сожалению, вот эти изломы в клетке, которые не восстанавливаются, могут быть унаследованы следующим поколением клеток. То есть, наша клетка делится 52 раза. В 30-ти годах она прекращает деление, стираются их с хромосомами, ДНК на концах. И, к сожалению, копироваться, если вот от электромагнитного поля изломанные структуры, то следующее поколение наших клеток, не в детях, а уже в наших клетках, с каждым делением будут вот эти вот изломы наследоваться. Ну, в свою очередь, это означает, мутация клеток связана с возможной причиной раковых заболеваний. Это понимаете, да, откуда происходит? Вот я почему-то так вот затрагиваю, чтобы вы понимали, что рак и прочие вещи, это не просто откуда-то там взялось, клетки бомбардировали или еще что-то там или там само по себе, или по наследству. Вот это одна из причин. Более 70% возникновения рака и других серьезных болезней как раз находится в том, что электромагнитный импульс ломает структуру ДНК в спирали, и это наследуется нашими клетками дальше. Значит, здесь хочу сказать о том, что, ребятчики, сбегайте, если вы еще случились, представляете, хорошо. Вот, происходит следующая вещь. Вы видите, как наших деток маленьких окружают электромагнитные импульсы. Это мы показываем сейчас только то, что вот, ну, как бы, роутер, электросчетчики, телефон, различные ноутбуки и так далее. Ну, о рите пола говорить не буду, да, я уже говорила, что есть и ближайшие расстройства, и отдаленные последствия, да, от опухоли мозга, сухового вестибулярного аппарата, гиперсивные синдромы и так далее, и так далее. Хочу сказать, что,